Театров и театральных объединений в Приморской столице сегодня больше десятка. Не считая крупных и официальных мест для зрелищ, как их называли древние греки, таких как Театр Горького, Молодежи, Тихоокеанского флота, Владивосток может похвастаться как минимум двумя камерными актерскими общинами. Руководитель одной из них – Театр-Квартирник, бывший главный балетмейстер Драматического театра Горького. После 15 лет на предыдущей должности он решил сделать что-то по-своему. И в честь Всемирного дня театра Андрей Нартов поделился своей мотивацией со съемочной группой Восьмого канала. Театр такой свободный, мы ставим спектакли, которые мы хотим и то, что мы делаем. Это вообще, по-моему, для театра это самое главное, что когда театр выбирает свои проблемы и свои спектакли, и причем он у меня как бы народный. Имеется в виду тот факт, что в его театре все так называемые непрофессионалы. Соратник квартирника по ремеслу Камерный театр Перекресток также не придерживается кадрового академизма, самым своим названием отражает суть своей творческой деятельности. Мы полагали, что мы станем тем перекрестком, на котором могут пересечься дороги очень разных людей. Разных, ну вообще, что такое перекресток? Это точка, где возможно встреча путников. При условии, что это не суперсовременная развязка, когда дороги идут в разных уровнях, и черта с два вы встретитесь. Сегодня театр существует на улице Крыгина, в районе Гершельда. Сюда он переехал с полгода назад. Здесь под руководством Сергея Рыбалки собираются настоящие сливки городской творческой интеллигенции. В прошлом театр уже дважды переживал переезды, но продолжает жить, и главное создавать удивительные, комплексные и всеобъемлющие по своей сути творческие программы. А в Приморский театр молодежи совсем недавно приезжал известный актер театра и кино Александр Дзюба. В ходе специального тренинга он два дня подряд учил актеров и актрис своему особому методу психофизического параллелизма. Несмотря на столь короткий срок, артист театра Романа Виктюка был настроен решительно. Тренинг психофизический, это значит какие-то физические импульсы откликаются в нашей психике и наоборот. И если кому-то из артистов не хватает, допустим, эмоций, их можно достать через физическое движение. Подопечные Александр Дзюбы по большей части остались довольны прошедшим тренингом. По словам артиста, во Владивосток он обязательно вернется и проинспектирует своих подопечных. Я вам скажу, что театр растет, то есть даже молодежный театр и ТОВ, и театр Горького, и театр Кукол. Я думаю, что современная драматургия и вообще современный театр, он просто идет в ногу со временем. Драматургам, актерам и режиссерам Владивостокских театров есть чем гордиться и есть что сказать зрителю со сцены. А если что-то рассказать пока не получилось, обязательно удастся в будущем, в культурной столице Дальнего Востока. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.